скажите пару слов привет сегодня мы наконец-то выбрались в минск в минск по делам закупаться к школе к садику и поразвлекаться папа наш уже поразвлекался на рыбалке теперь наша очередь и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Наша канцелярия к школе и к садику, которую мы купили. Больше всего, конечно, к школе. Все это богатство обошлось нам в сумме 73 рубля. Это учитывая, что там скидки на все. В 73 белорусских рубля. В переводе на доллары, если кому-то будет так понятней, где-то 30 долларов получается все это стоит. Тетрадочки тут. Всего лишь по 2 штуки в линеечку, 2 штуки в клеточку крупную. Эта подставочка мы домой для себя купили. Такая подложка вместо клеенки, простые карандаши, кисточки, клей. Видите, все по акции. Это учитывая, что я покупала, выбирала такое все более-менее самое, что подешевле называется. Краски, линейка, толстый альбом обязательно требуют с отрывными листами, 40 листов. Фломастеры, самая обычная папка, даже никакая там не навороченная, обычный скоросшиватель, папка и 15 файлов для портфолио надо. Ну, как бы все нужное, все понятное. Ножницы с тупыми концами, пенал, дневничок. Единственное, что мне непонятно, это вот этот вот набор геометрических фигур. Стоит он, это опять же я взяла самый дешевый, за 8 белорусских рублей. Точно такой же, вот не преувеличиваю, точно такой же в коробочке, ну, выглядит, по крайней мере, со стороны точно так же. В такой же коробочке был за 15 рублей набор. Конечно же, я взяла за 8. Вот. Для чего это нужно, я не знаю, вот этот вот набор геометрических фигур. Просто вот такие вот пластиковые, плоские, вырезанные фигуры, прямоугольники которых 10 штук. 10 штук треугольничков. Вот видите, разных квадраты, круги. Это у нас что тут, шестиугольник получается. Ну и в дополнение просто счетные палочки и цифры. Хотя счетные палочки я еще отдельно купила, чтобы побольше было, мало ли мало. В общем, не знаю, зачем, сколько это будет пользоваться, как они будут это применять. Ну, с таким успехом я бы могла, не знаю, сама вырезать и сделать эти геометрические фигуры. Мне совершенно нетрудно. Из какого-нибудь очень плотного картона, тоже разноцветный. Как работник детского сада, музыкальный работник, я постоянно что-то мастерила, когда работала, украшала зал. Для меня это совершенно нетрудно. Ну, ладно. Надо, значит, надо. Надо купили. Вот, обложки для книг, для тетрадей. Цветная бумага, картон. Это вот Егору в школу, Маше в детский садик сразу же. Набор букв, набор цифр, веер. Стаканчик. Ну, и Маше тут немножко тоже вот картон, бумага, альбом, фломастеры, книжка для чтения, карандаши еще будут. В общем, вот такие вот цены, конечно. 70 белорусских рублей. Казалось бы, что здесь такого? Ничего лишнего, ничего навороченного, самое обычное. И одежда к школе, к первому сентября, вместе с обувью. Ну, обувь не на первое сентября, это вот кеды на повседневную сменку, на физкультуру, на занятия кеды тоже обычные. На первое сентября у нас будет вот такая вот красивая белоснежная рубашка, которая тоже требуется в школу. Жилеточка, галстук и черные классические брюки. Вот черные классические брюки обычные у нас были. Ну, на смену еще одни брючки. Серенькие, повседневно ходить. В школе у нас деловой стиль требуют. Поэтому приходится вот покупать. В джинсах ходить нельзя будет. Будем ходить в брюках. И Маше в садик купила вот такой вот отличный сарафанчик. Будем ходить. Ну и в итоге, опять же, со скидками в ЦУМе. Белая рубашка, жилетка, брюки. Самые обычные. Две пары обуви сарафан для Маши. Все это удовольствие мне обошлось. 147 белорусских рублей. Что в переводе на доллары? Где-то это... Сколько? 60 долларов, наверное, где-то получается. Вот. Но это не все. Еще у нас здесь в столбцах мы докупали на смену вот такую вот свитерок-обманка. Тоже, видите, в таком деловом стиле носить. Потому что требует деловой стиль. Обычный серый гольфик. Обычный серый гольфик. Ничего особенного. Под кардиган. Кардиганчик у нас есть дома. Носить. Ну, брюки, как я уже говорила, классические черные были. Рубашка у нас была синяя тоже. Это с выпускного детского сада. Спортивный костюм купили. Тоже самый обычный спортивный костюм. Ну, и для Маши в садик тоже купила парочку таких вот кофточек с длинным рукавом носить. одну, вторую на смену. Ну, и тоже гольфик под сарафан как раз вот. Вот. То есть, ничего лишнего. Все по минимуму, так сказать, самое необходимое. И то, наверное, надо еще будет прикупить. Одну одежку ребенок носит, другая запасная лежит в садике, в шкафчике. То есть, ну, не знаю. Это потом уже докуплю. Ну, вот и получается за все, вообще за все, за все, за все, за это минимальное богатство, потому что ничего особенного. Даже, видите, здесь туфли не покупались. Еще туфли у нас как бы есть уже на выпускной из детского сада покупали, остались. На 1 сентября пойдем. То есть, вот минимальный набор одежды, я бы сказала, который необходим. Все вместе это, ну, чуть больше 100 долларов получается. Стоит. Ну, на двоих детей. Но, опять же, повторюсь, не все. Возможно, что-то еще надо будет потом еще докупать в течение года. Ну, я лишнего стараюсь не покупать. По крайней мере, сразу. Если нужно, по необходимости уже потом докуплю еще какой-нибудь гольфик или еще что-то, так сказать. Вот. То есть, много одежды тоже слишком не люблю. Вот. Будем носить то, что есть. Вот. Как-то так. Вот такие вот цены у нас, чтобы отправить ребенка в школу. Ну, плюс вместе с канцелярией. Поэтому даже смешно смешно смотреть на эту помощь социальную, которую дает государство многодетным семьям. То есть, мы не многодетные, нам, конечно, не положено. Но вот многодетным семьям в Беларуси дается помощь материальная. Ну, в этом году не знаю сколько, не буду врать. В прошлом году 50 белорусских рублей было. Ну, это, конечно, смешно. Вот сколько я потратила на одежду всего лишь на одного ребенка в школу. Ну, если двоих собирать. 50 белорусских рублей. Когда я на одну канцелярию для одного ребенка потратила 70 белорусских рублей. Конечно, это ни о чем. Забыли показать вам самое главное. Что для первоклассника самое главное, Егор? Рюкзак. Да, рюкзак, правильно, портфель, который мы купили. Повернись. Вот такой портфель купили в школу. Маша тут хвастается тоже своим рюкзачком, да. Красиво. Подожди. Такой здесь на молнии. Очень вместительный. вот еще есть второй карман отделения тоже. Ну и здесь поменьше кармашек совсем. Вот еще одно. А это боковые, да, кармашки и сеточки. Вот, сними, покажем спинку. рюкзак вот с такой спинкой жесткой. На вид она хорошая. Хорошая. Каретинки монстр трак. Я очень горжусь своим рюкзаком. Нравится? Да. Да. Вот такой вот рюкзачок за 40 рублей. Вот такая поездка у нас получилась в Минск плодотворная и закупились к школе и отдохнули. Да. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.